Добрый вечер! Вы русский? Естественно. Кто бы сомневался? А откуда вы? Из какого города? Петербург. Коренной Петербуржий, да? Не, не коренной. По наехавшей. Откуда? Из Белгорода. Из Белгорода. Намешано у вас там. А что вы общаетесь? Да, как пойдет. Как пойдет? Главное, чтобы собеседнику было приятно, интересно, чтобы он не напрягался, не кричал. Краду вас какое? В смысле? Конкретизируйте вопрос. Вы же вышли в чатрулетку, правильно? Так. Какие причины этого? Дефицит общения. Хочется поболтать с людьми. А, то есть одинокий человек, вы где-то... Не сказал бы, что одинокий, но дефицит общения присутствует. Ага. Вы блогер? Блогер. А, то есть вы вышли не потому, что вы хотите пообщаться, вы зарабатываете деньги таким образом, правильно? Ну, скорее нет. Сколько у вас подписчиков? 70 тысяч. Ну, хуже зарабатываете, получается. Я бы не сказал. На работе я зарабатываю больше. А кем вы работаете? Психологом. Ага. Психолог. Ну, такой бизнес-психолог. Даю консультации управленцам, там, что, как распедалить. Психолог. Ну, так на какую тему мы не общаться? А на какую вы хотите? Давайте выберем тему, если вы хотите. Давайте. Русский коллаборационизм во время Второй мировой войны. Устраивает вас 5? Ну, если вам есть что рассказать, я послушаю с удовольствием. Ну, что вам известно? Ничего не известно. Ничего не знаете? Поэтому с удовольствием выслушаю. Ага. А что вы знаете Бандери? Что вы знаете? Знаю, что у него прозвище было смешное. Ага. А Шухевич тут такой вы тоже, наверное, слышали? Ну, слышал, да, что это предатель какой-то. А объясните мне, пожалуйста. Нет, Шухевич это не просто предатель, это человек, который вырезал свой народ. А хорошо. А Бандера тоже предатель? Не знаю, а он гражданином какой страны был? А кого он предал? Так я вас и спрашиваю, гражданином какой страны он предал? Хорошо, Шухевич. Вы сказали, что Шухевич предатель? Какого Шухевич предал? Украинцев, русских, белорусов. Вы сказали, предатель? А, ага. Он русских предал? Ну, естественно. То есть, украина предала русских? Ну, вы некорректно ставите вопрос. Почему? А слушайте, а почему советские люди предали немцев? Не понимаю вопрос. Глупый вопрос какой-то. Ну, то же самое вы же мне сказали. Не, не, я вам вопросов не задавал. Вы сказали, что Шухевич предал русских. Было такое? Я сказал, он предал свой народ. Вы сказали, украинцев, русских и других. И белорусов. И белорусов. Да, то, что это все один народ, да. А, это все начинается, короче, один народ. Ну, смотрите, вы очень много знаете о Шухевича, о Бандере. Давайте поговорим о ваших героях. Что вы знаете о Антонине Макаровой? Ничего не знаю. Какие о Шухевиче, о Бандере мало что знаю. Я вот какие-то вам точечные факты назвал, и все. Хорошо, что вы слышали о Локотской республике? Ничего не слышал. Вы что-то расскажете, или вы будете тыкать вопросы? Давайте я вам расскажу. Значит, вся республика образовалась в 1942 году. Так. На территории нескольких областей Советского Союза. Площадь около 10 тысяч квадратных километров. Это почти Бельгия. На этой территории, в этой Локотской республике, воевавшей на стороне нацистской Германии, проживало около 600 тысяч человек. Об этом вы не слышали, конечно же, да? А сколько времени она просуществовала? Больше года она просуществовала. Так. Самым таким известным человеком, проживающим в этой Локотской республике, была Антонина Макарова, которая собственноручно, собственноручно расстреляла из пулемета около полторы тысячи человек. Понимаете, в чем дело? Вот, вот. А теперь мне назовите хотя бы одного деятеля УПА, который бы нанес такой громадный, громадный ущерб для советского народа, как ваша Антонина Макарова. Я не знаю, кто такая Антонина Макарова. Смотрите, смотрите, в чем нюанс. Даже если была какая-то Антонина Макарова, была какая-то Лохотская республика, были вот все, что вы говорите. Лохотская республика. Ну и не... Вот. От вас можно ждать. Давайте я договорю. Давайте я договорю. Давайте я договорю. Давайте я договорю. Зачем мне договориться? Она была. Давайте сначала проверим, была ли она. Я вам сейчас выключил звук, чтобы договорить свою мысль, потому что я вам высказаться позволял. Теперь вы позволите мне высказаться. Даже если она была, то она точно не наша. Ни Республика, ни Антонина. Переподключайтесь. Не надо убегать от таких важных тем. Куда уходим-то? На самом интересном. Ну что, типа интернет отвалился, не работает, да, все. Вот эта история. Короче, разница у современной России как государства и современной Украины как государства в том, что мы всех предателей, всех вот этих людоедов, всех этих человеконенавистников, фашистов, нацистов, мы их не чествуем как героев на официальном уровне, мы их не признаем. Мы наоборот категорически с ними боремся. У нас во всех учебниках, во всех методичках, во все, везде, везде, везде человека от рождения сопровождает информацию о том, что нацизм и фашизм это плохо, что надо быть толерантным. У нас в школах проводятся дни толерантности, там дни разных национальностей, дни разных народов. У нас, ну, по-моему, у нас страна, где больше всего живет украинцев, не считая самой Украины. Как бы это уже показатель. У нас татары живут, украинцы живут, куча кавказских разных национальностей и народностей живет. О чем вообще мы можем говорить? Китайцев у нас куча живет. Немцев у нас куча живет. Евреев куча у нас живет. О чем вообще можно говорить? Как мы можем, ну, как народ генетически воспринимать вот этих людей как героев? Это такой бред воспаленного мозга, что даже, ну, вот, стыдно это обсуждать и вообще стыдно это слышать. Просто вот такое ощущение, что, вот, у меня такое ощущение, что меня в какой-то сарай с гопниками-алкоголиками вовлекли. Вот, и мне пришлось там длительное время находиться. Вот знаете, да, вот такое вот неприязненное ощущение. Вот от разговоров с этими персонажами у меня вот точно такое же ощущение. Потому что это уровень дискуссии просто, ну, ну, быдло, тупое, необразованное быдло, которое пытается из одного факта какого-то, даже если этот факт есть, даже если не ставить это под сомнение, не вдаваться в детали, пытается раздуть какую-то историю, пытается раздуть какие-то закономерности. Хотя, что такое закономерности? Он слово закономерность вряд ли без ошибок напишет. Я в афиге. Продолжение следует...